...два формата размножения одного и того же вида. Оказывается, так бывает, и наши данные тут просто об этом сами за себя говорят. Ну вот это вот количество дней в раннюю и позднюю весну, значит, слева в раннюю весну, а справа в позднюю. Вот от 28 до 6 дней, это средние цифры, но может быть, конечно, даже меньше. Даже иногда кряк высадят, вернее, начинают вкладку, еще до того, как формальная температура через ноль не перешла. То есть это говорит о том, что вообще-то температура в городе им не очень и препятствует гнездиться. Они могут найти какой-нибудь теплогистраль, какую-нибудь укромную нишу, где снега нет и более-менее не дует, и там спокойно, не глядя на то, что на улице еще мороз возвращается, все равно загнездиться. То есть ограничивает их, в общем-то, конечно, не температура, а и кормовая обстановка, и, конечно, световой день. Вот это тут противник попрёв, что называется. Ну вот еще интересное, значит, доказательство того, что в раннюю весну все гораздо лучше получается, чем в позднее. Это слева, это, значит, число самых с выводками в раннюю весну, вот оно на 40% больше, чем в позднее. А справа это размер выводца. Ну он немножко больше, не всегда, но, тем не менее, статистически он действительно больше. Вот. Ну и еще раз про географические различия. Значит, здесь я постаралась эту цепочку выстроить по разным данным разных авторов, разных орнитологов. Она, конечно, за разные годы очень такая неточная, но все-таки можно сравнить, вот. Сколько дней проходит с начала года, ну я не стала тут, когда там температура через ноль переходит, это, конечно, все годы разные, поэтому просто вот с начала года примитивно отсчитала, сколько дней до откладки первого яйца проходит в Ростовской области, в Крыму, в Рязанской области, ну и так далее, направо до Москвы. Вот. И получается, что в Москве, значит, по позднему варианту кряква гнездятся примерно как в Рязанской и Ярославской области, то есть, ну, примерно на одной и той широте. А по раннему варианту они гнездятся примерно как в Крыму, в Ростовской области и даже и раньше. Вот. Поэтому в ранние весны мы можем сказать, что у нас кряква вот солидарны с крымскими нашими претензиями, да, они садятся на яйца в те же самые сроки. Такие вот большие различия. Вот. Ну, теперь, что у них получается в итоге? Вот слева это график роста числа выводков в Москве и верхние кривые – это число взрослых птиц и число птенцов. Ну, понятно, что они коррелируют. Чем больше выводков, тем больше птенцов. Ну, сколько-то взрослых остаётся. Тут и самцы присутствуют, и те, кто не размножается. То есть тоже, конечно, их достаточно много. Вот. А внизу – это успех размножения. Ну, такой довольно грубый, но, тем не менее, тут двумя способами мы пытались его определить. Это число утят в выводке и число взрослых по отношению к молодым, ну, или молодых по отношению к взрослым уже осенью, когда все выводки вырастают. Ну, это вот такие средние показатели. Главное, что они достаточно стабильные. Видите, сильных колебаний, в общем-то, нет. Кряква как зацепилась за городские места обитания, хорошо там закрепилась, и сверхзнажается, наращивая численность, в общем, успешно и стабильно. Вот. Это картинки, где мы встречаем выводки и гнёзда кряквы. Но гнёзда мы, конечно, специально не ищем, а только случайно, если они находятся, значит, всё-таки нельзя не упомянуть, что бывает это и в дуплянках, и в дуплах, и на балконах в цветочных ящиках, и на свалках среди мусора, и в других неожиданных местах. В общем, Кряква не гнушается ничем в поисках удобного места для гнезда. А с другой стороны, выводки приходят и на благоустроенные водоёмы. Вот тут фонтаны в виде таких цветочков около главного здания МГУ, и клумба в виде лягушки, плавающая в Воронцовском парке, и такие вот ряжевые крепления на одном из прудов Юго-Запада, и вертикальные бетонные стенки Олимпийской деревни, вот внизу справа, это вообще очень показательная картинка, потому что очень многие самки, они не понимают, что у тебя-то не могут выйти из вертикально укреплённого пруда на берег погреться, и она их садится, зовёт изо всех сил, а они, естественно, вообще не выпрыгнуть оттуда никак не могут. И вот когда хорошая погода, они всё-таки умудряются выжить, потому что ночуют на листьях плавающих растений, вот на кубышках и кувшинках они бедно туда улезают, и там сжимаются, значит, и сидят там вот круглые сутки, пока они подрастут настолько, что уже смогут куда-то вылезти. Вот, и, по-моему, это молодые, наверное, мамаши такие дуры, что они вот не понимают, что из большого такого вертикального бассейна никак они не выстачат. Ну и дохнут они, конечно, из-за этого тоже. Вот, а это динамика размножения, по данным Виталия Конторщикова, который наблюдал в журавлиной родине, вот, тоже считал выводки, и прислал мне эти данные. И вот это как классическая кривая, когда размножение крятка идёт как бы двумя волнами. В природе это, в общем, подтверждается во многих местах, ну, как правило. И получается, что основной пик размножения приходится где-то на середину мая, вот, выходит большая часть выводков. А те, кто не сумел вовремя загнездиться и не уберёг птенцов, или кто помоложе, они гнездятся второй волной, которая поменьше, и приходится она, как правило, где-то на июнь. Вот это такая классическая картинка для природы. А что в городе происходит, это просто полная каша, потому что утята появляются на прудах фактически всё лето, начиная с конца апреля и кончая началом августа. Там просто каждую неделю сколько-то порций выводков обязательно, значит, появляется. И вот наша задача поймать какую-то полосу, когда более-менее вылезут уже и поздние, и ранние, чтобы достаточно адекватно провести учёт. Ну вот, мне кажется, что более-менее мы с этим справляемся. Вот. А здесь вот эта усреднённая очень сильно кривая за два последних года. Значит, и видно, что отличается вот эта красная линия 2016 года тем, что как в мае, так и в июне появилось больше выводков, чем в прошлом году. И, кроме того, пик размножения смещён не в начало лета, как в природе, а во вторую половину в июне. Это не только за последние два года, если мы разберём предыдущие сезоны. В общем, примерно такая же картина. И характерно ещё, что в этом апреле появилось больше выводков, чем в прошлом, а в июле появилось меньше выводков, чем в прошлом. Вот если провести линию тренда, то мы видим, что за этот год тоже массовое размножение смещается к началу сезона, что, в общем, соответствует и ранним гнездованиям. А если посмотреть за все 19 лет, которые у нас накопились, вот выбрать два каких-то участка времени, отрезка, потому что если мы здесь всё будем сравнивать, просто очень много кривых, вот я выбрала два отрезка времени, то есть сколько выводков появилось в июне и сколько в июне. И получается, что за 19 лет вот эти ранние выводки, они в числе своём растут, то есть размножение смещается назад, в начало сезона, а в конце, те, которые в конце, их становятся меньше. То есть получается, что весь этот огромный массив из 900 там с чем-то выводков, он постепенно смещается, их улучшение массовое на май, июнь и, может быть, на конец июня. Ну, в июле их становится меньше. То есть начало сезона, оно как бы более выгодно, более такое надёжное для взросления утят, чтобы все они выросли достаточно хорошо до осени. Вот все, кто может, переходят именно на раннее размножение, у кого получается. Ну, теперь, когда мы считаем утят, у нас получается их 7 категорий. И вот из них 3 категории пуховичков разного возраста, а 4 категории – это уже крупные оперённые птицы, которые сначала полуоперённые, потом, естественно, уже такие почти как взрослые. Вот если их разделить на 2 такие большие группы – пуховики и оперённые, то вот этих больших птенцов всегда меньше, чем маленьких, потому что выводок, он тает со временем, его там едят, его распугивают, кто-то его ловит или они теряются. В общем, всегда и в природе в городе дорастает до большого возраста меньше птенцов, чем вылупляется. Это понятно. И у нас, в общем, это так же и получается. А вот если мы посмотрим, опять-таки, по разным данным разных авторов, по разным областям, ну, там пуховиков далеко считают не всегда, потому что в природе их очень трудно увидеть. Нам в городе везет, что мы их видим, а в природе, конечно, больше считают уже оперённых перед началом охоты, как правило. Сколько их там набралось, чтобы открывать охоту и устанавливать какие-то нормативы. И вот по разным областям, там, где удалось посчитать и тех, и других, мы видим, что отход, то есть разница между этим голубым столбиком пуховиков и синим оперённых, он довольно, разница довольно большая, да? То есть отход, в общем-то, достаточный. Особенно, вот показательно, тут Рыбинское водохранилище, Магога-Шерстнинское междуречие. Ну, я не буду в подробности лезть, потому что это отвлечёт просто. Вот. А если посмотреть в Москве, то эта разница по средним многолетним данным очень невелика. То есть, несмотря на то, что у нас отход есть, но он, видимо, всё-таки меньше, чем в природе, потому что, ну, можно так предположить, потому что в Москве всё-таки жизни уток легче. Не так на них охотятся, не так их преследуют, и до взрослого возраста вырастает их больше, чем могло бы сохраниться в природе. Мне так кажется, по крайней мере. Но не всё так просто. Вот, если число уток в целом растёт, и число самок растёт, то они начинают толкаться, они начинают друг другу мешать, они начинают не помещаться на некоторых прудах, и, как правило, у них происходят отчаянные стычки при кормке, потому что они летом не менее охотно, чем зимой, приплывают за хлебушком, и когда их ласковые обыватели, так сказать, заботятся о них и кидают туда мешками эти сухари, то иногда совершенно яростные драки, вы прекрасно сами видели, наблюдаются между самками, и маленькие утята при этом страдают больше, их разгоняют, их там перемешивают, они потом начинают носиться по всему пруду с воплями и искать своих мамаш. В общем, получается скандал. И вот за счёт этого число пуховиков на самку с ростом числа самок, то есть с увеличением этой толкучки, оно сокращается. Чего нельзя сказать про оперённых, потому что они уже посильнее и поприспособленнее, и такого эффекта на них не наблюдается. А вот пуховичков откровенно становится с ростом числа самок меньше, и это можно назвать механизмом саморегуляции, потому что нельзя же размножаться на бесконечности, нужно как-то заботиться о том, чтобы поместиться вообще в этих местах обитания. Вот есть такой термин авторегуляции, как раз он состоит в том, что при росте плотности популяции число особей разными способами всё-таки в ней уменьшается. Вот один из таких примеров, мне кажется, мы вполне можем увидеть на наших московских кряковах, когда у них там столкотворение, и они уйдят своих немножко, так сказать, сокращают в численности. Вот, теперь про растянутость. Начал.